приветствую всех на канале кошмастер и сегодня мы поговорим с вами о пряжках то есть сейчас я начал цикл моих небольших видео касаемых фурнитур фурнитуры то есть это у нас пряжки хранитены кнопки замки кольца полукруглые ну и много чего еще используется в кожевином деле поэтому каждый из этих элементов фурнитуры мы с вами разберем по отдельности я расскажу какие они бывают как их использовать где можно их приобрести вот ну и много другой полезной думаю будет информации итак начнем мы с вами с пряжек пряжки это тот элемент которая отвечает за фиксацию то есть аксессуара будь то сумка ремешок для сумки или например ремень для брюк и позволяет прочно удерживать клапан сумки например или одежду вот он обеспечивает удобство свободу движений и является также декоративным элементом сегодня пряжек хоть настолько много что выбрать и подобрать пряжки под определенный вид изделий под определенный бюджет не составляют большого труда вот вообще все пряжки можно разделить на несколько видов но начнем с того что они делятся на женские и мужские то есть тут понятно для ремни используются женские пряжки и мужские и они отличаются по своим декоративному то есть составляющими. Также пряжки можно разделить на несколько видов. Это классические пряжки, автоматические пряжки, роликовые пряжки, пряжки-бляхи, застежки, так называемые. Вот основные из этих видов. То есть классические пряжки представляют собой, они встречаются чаще всего, это открытые, имеющие простую рамку и язычок. Пряжки, то есть свободный конец ремня, здесь заправляется вот сюда, то есть под шлевку, и она обеспечивает плотную фиксацию ремня. Но у них также есть, конечно, свои недостатки, то есть могут цепляться предметы одежды, например, за язычок, и их используют в основном для браслетов, в обуви используют, для производства обуви, ну и в мелких таких вот изделиях. Для сумок, для сумок, обычно такие пряжки не используются. Далее, автоматическая пряжка. То есть здесь у меня она не представлена, но вот примерно как она выглядит, думаю, все ее видели на мужских ремнях, она часто используется. То есть в ней есть ряд зацепов, то есть зацепы идут, и в ней нет отверстий, вот на полотне. Пряжка автомат имеет встроенный механизм для задержки зубцов, что очень удобно. То есть на определенную длину можно всегда ремень отрегулировать и застегнуть. В отличие от ремней, которые имеют отверстия с обычными пряжками, здесь можно поставить язычок только в следующее отверстие, и не всегда это или получается литуголь, а наоборот ремень расслаблен. Этот недостаток как раз и устраняет автоматические пряжки. Такой ремень очень просто одевать и снимать, и он довольно практичен. Выглядит стильно и солидно. Кстати, все пряжки, то есть о которых я рассказываю, то есть большинство из тех, о которых я рассказываю, вы можете приобрести на Алиэкспресс в том числе и автоматические. Ссылки я, как всегда, сделаю внизу под видео. Посмотрите, может быть кому-то нужно, например, для сумок, для ремней. Вы можете приобрести пряжки. Стоят они намного дешевле, чем их покупать в России. Вот, китайские пряжки. И, в принципе, они неплохие. Так, следующая разновидность пряжек, это роликовые пряжки. Ну вот, у меня представлена такая пряжечка. То есть здесь у нас идет ролик, который позволяет ремню двигаться по этому ролику. Язычок здесь бывает двух разных видов. Вот в данном случае он сделан из толстой проволоки. Видите, он какой толстый. И имеется ролик. Это называется пряжка также еще шорная или силовая. Так как язычок здесь очень плотный. Вернее, не плотный, а толстый. Поэтому ее называют еще силовой пряжкой. То есть, видите, как проволока согнута. То есть, такие пряжки лучше всего ставить на тех изделиях, которые подвергаются большим нагрузкам. Ну то есть, например, и постоянному воздействию, растяжению, сжатию, чтобы язычок не погнулся. Ну то есть, например, кофры для мотоциклов. То есть, постоянные нагрузки, постоянные вибрации. Упрежь для лошадей. Ну и также эти пряжки солидно смотрятся и на портфелях и сумках. Еще разновидностью такой пряжки может служить обычная роликовая пряжка. И язычок у нее вот такой вот толщины. То есть, он совсем, совсем, так сейчас он сфокусируется. Тоненький, видите он. То есть, он из полосочки такой сделан в стали, но в то же время он не гнется. То есть, такую вот, такую вот родопряжку можно вполне использовать себе и на сумках различных, вот небольших. Такую пряжку можно использовать. Кроме того, пряжки могут быть, то есть, силовые с двумя язычками. Вот у меня большая толстая пряжка. То есть, тут очень толстая проволока. Тут толщина, наверное, больше 6 миллиметров. Ну и, соответственно, сами пряжки очень толстые. То есть, такую пряжку, в принципе, можно даже поставить и на ремень брюк. Она будет смотреться очень так брутально и солидно. То есть, она довольно-таки прочная. Сказать, сверхпрочная даже можно сказать. То, что очень толстая проволока, из которой она сделана. Так. Вот такие пряжки. То есть, вот эти виды пряжек вы можете, в принципе, приобрести на Алиэкспрессе. Соответственно, силовые пряжки, конечно же, стоят дороже, чем обычные роликовые. Вот обычная роликовая пряжечка. Вот она стоит дешевле. Но, в принципе, для субок она вполне годна. Так. Ну и, конечно, при покупке старайтесь все-таки обращать внимание на толщину вот этого самого язычка. Совсем тонкий язычок все-таки может погнуться. Вот здесь более-менее нормальный, он прочный, не гнется. Так. Следующая разновидность пряжек у нас будет. Это пряжка бляха, так называемая. Вот у меня есть такая пряжка. Также покупалась на Алиэкспрессе. То есть, она вот у нас отлетая из металла. Здесь все это дело покрыто специальными составами и средствами. Вот. Это смотрится она очень красиво на ремнях кожаных. Брутально так. Она очень большая. То есть, подчеркивает всю красоту, так сказать, ремня. Вот. Обычно такие пряжки используются на байкерских ремнях, ковбойских ремнях, каких-то этнических ремнях. То есть, где нужно создать определенный оригинальный стиль. Вот. Ну, также имеются такие же пряжки, например, и с более строгим дизайном, например, армейские пряжки. Вот. И можно их также поставить на классические ремни. Закрывается такая пряжка у нас на гвоздик. Такой вот у него гвоздик сделал. И это очень удобно. То есть, не нужно ремень тянуть, куда там затягивать, а просто в гвоздик вставляется. Ну, вот, для примера, предположим, что это ремень. Он продевается у нас вот сюда, под шлевку. И вставляется в гвоздик. И уже на джинсах. Например, если она используется ремень, то уже ремень отсюда никак не вытащится. То есть, шлевка обеспечивает его фиксацию. То есть, чтобы он так вот не болтался. Тут, если два слоя будет, то его прижмет. Вот. Ну, и в то же время смотрится довольно-таки красиво. То есть, фиксация вот на таком вот гвоздике. Просто, стильно, красиво. Рисунки бывают всякие разные. То есть, я ссылки вот на такие пряжки-бляхи также оставлю. Посмотрите, какие там красивые рисунки. Ну, конечно, стоит она подороже, чем вот такие вот пряжки. Ну, и выглядит, соответственно, тоже поинтереснее. Далее. Существуют также пряжки-застежки для часов. Также я пытался найти в России такие пряжки, приобрести. То есть, чтобы делать браслеты для часов. Они примерно вот так вот выглядят. То есть, они походят на обычную пряжку, вот такую роликовую. Но они без ролика. И они маленькие по размеру. То есть, от 24, насколько мне известно, до 11 даже миллиметров они бывают. В зависимости от того, какой это ремень мужской, женский. Вернее, ремешок для часов мужской, женский и так далее. Различные. То есть, они бывают по форме. И такие пряжки я смог найти только на Алиэкспрессе. Ссылку, конечно же, я также оставлю. Стоят они не особо дорого. Но для ремешков, для часа они просто незаменимы. Такие же пряжки могут использоваться не только на ремешках для часы. Они могут также использоваться на различных браслетах. Кроме того, нужно также знать, как установить пряжку. То есть, способов крепления пряжки очень много к ремню. Но самое основное, это необходимо пробить отверстие на ремне. Оно обычно овальной формы. То есть, сейчас я нарисую примерно, как это выглядит. То есть, вот ремень. И здесь нужно пробить отверстие под пряжку. Когда ремень свернется, ремень свернется, то есть, завернете вы уголок, то, соответственно, он будет выглядеть вот так. То есть, здесь будет у нас язычок стоять и сама пряжка. Так, можно на какой-нибудь даже показать. Ну вот. Примерно вот так она будет стоять. Для того, чтобы сделать эти отверстия, необходимы пробойники. Обычно это используются овальные пробойники. Или можно приобрести вот такой вот набор на Алиэкспрессе. То есть, тут очень много разных видов пробойников. Начиная от кругов квадратных и заканчивая овальными пробойниками. Вот такого вот вида под установку как раз пряжек. Отлично подходят. Я ими пользуюсь. Они очень острые, не тупятся и свои функции выполняют. То есть, прекрасно пробивают чепрак до 3,5 мм толщиной. Вот такие вот пробойнички. Теперь, как ставятся пряжки. То есть, поставить, как я говорил, множество разных способов установки пряжек. Рассмотрим некоторые. Предположим, что это вот пряжка тут будет у нас. Давайте я вам ее примерно нарисую, чтобы вы могли ориентироваться. То есть, я схематически просто рисую. Ну, а вы уже посмотрите потом сами. Ну, разберем, в принципе, два способа. Два способа. Это первый способ. Установка. То есть, когда подвернете вот этот вот край, у вас он подвернется вот там, внизу будет. Чтобы закрепить эту пряжку, можно поставить два хальнитена сюда. То есть, тогда пряжка надежно закрепится. Это вот один из способов. И второй способ можно вот здесь вот прошить ниткой. То есть, вот тут у вас будет заканчиваться. И здесь вы делаете шов. Прошиваете. И пряжка также надежно закрепляется. Ну, это вот два самых распространенных. Можно еще что-то придумать. Вот. Если необходимо. Кроме того, кроме пряжки, кроме пряжки, необходимо также поставить еще и шлевку. Ее можно также ставить по-разному. Каждый ставит по-разному. Для чего она нужна? Для того, чтобы ремешок сюда мог зайти и потом не оттопыривался. То есть, шлевку можно также установить на хальнитена. Например, тут два хальнитена поставить. И шлевка будет надежно крепиться. Никуда она не денется. Или же можно также прошить. То есть, ставите шлевку и еще раз прошиваете. Ну, или поставите хальнитена сюда. Две заклепки. То есть, разницы, в принципе, никакой. То есть, тут у каждого свои способы и приемы, как установить данную шлевку на ремень. Но она обычно необходима. Как выбрать пряжку? Ну, то есть, необходимо при выборе пряжки при выборе пряжки отталкиваться от того, какой ширины у вас будет ремешок. И, исходя из этого, исходить при выборе пряжки. То есть, больше делать, то есть, ставить меньше пряжку, чем ширина ремешка нет смысла, так как он не будет в нее проходить. Ну, и, соответственно, если вы совсем маленькую поставите ширину, то ремешок будет у вас в ней болтаться. Поэтому, измеряете ширину 4 и, например, 4 сантиметра ставите ремешок в эту пряжку. Так. Ну, вот, в принципе, и все. Это основное, то, что я вам хотел рассказать. Может быть, эта информация была для вас полезна. Ссылки, как всегда, на пряжки внизу под видео, если вам необходимо какую-либо пряжку приобрести для своей работы. Ну, а с вами был Кошмастер. Продолжение следует...